Сегодня вся страна отмечает один из главных государственных праздников, 9 мая, День Победы в Великой Отечественной войне. Тысячи дагестанцев с флагами, плакатами и цветами собрались на центральной площади Махачкалы, где прошел традиционный парад, посвященный 74-й годовщине Победы. Вспомнить, поздравить и чествовать главных героев праздника, тех, кто в годы войны защищал нашу страну от врага, пришли тысячи дагестанцев. На месте событий побывал и наш корреспондент Патимат Ханапова. Празднование Дня Победы началось в возложении цветов к мемориалу славы сотрудников МВД. Церемонию открыли глава Дагестана Владимир Васильев и министр внутренних дел Абдурошит Магомедов. Также впочтить память погибших пришли представители власти, коллеги и родственники. Затем с центральных улиц Махачкалы люди начали стекаться к площади. Пожилые, молодые, рабочие, пенсионеры, дети и просто те, кто не смог остаться дома в этот знаменательный день. В руках флаги, цветы и плакаты, а на груди георгиевская ленточка, как один из главных атрибутов Победы. Все они ждут начала парада и право его открыть было предоставлено Салману Дадаеву, новоизбранному мэру столицы. Эта дата довольно грустная и в то же время величественная, потому что вписана в аналог мировой истории как беспрецедентный подвиг народа, который ценой героических усилий, истинного патриотизма, ценой своей жизни, здоровья, отстоял независимость и свободу нашего народа. Уважаемые соотечественники, поздравляю вас с Днём Великой Победы. Торжественный митинг, посвященный 74-ю Великой Отечественной войны, открытым считаю. С праздником! И вот ровно в 10 дан старт, и долгожданный митинг начался. Главные герои праздника будто бы забыв о возрасте и боевых ранениях дружно встают под звуки гимна. Здоровье хоть и слабое, но стойкости ветеранов можно только позавидовать. Так и ветерану войны, полковнику в отставке Виктору Хрисанову уже более 90 лет, но дух его с годами только крепнет. Я окончил 10 классов в 41-м году. Мне было 18 лет, еще не было 18 лет. Но началась Великая Отечественная война, и нас всех призывников направили в военные училища и готовили офицеров запаса. Вот таким и я был. Я сам участник войны и прошел от Калининграда до Берлина. И вот, стройным шагом под звуки марша колонна направляется к парку Ленинского комсомола. Участники акции проходят и по улице Магомед Гаджиева, и останавливаются у мемориала воину-освободителю. Здесь проходит уже ставшее традиционным возложение цветов к памятнику, в котором принял участие и муфти Республики Дагестан шейх Ахмад Афанди. Они не только остановили врага и защитили свою семью, свой дом, свою малую и большую родину. Они дали нам невиданный пример, пример мужества, нравственности, пример умения побеждать в очень сложной, казалось бы, безвыходной ситуации. Годы летят, происходит смена поколений, уходят из жизни участники Великой Отечественной войны. И наша задача – никогда не забывать о них и о их подвигах. По официальным данным, война унесла жизнь около 27 миллионов человек. Вечная им память. Батюна Ханапова, Нурмагомед Магомедов, Новости ННТ, Пахачкала.